1, 2, 3, коллеги, добрый день. По технической части вижу, что звук есть, но, пожалуйста, напишите в чат, насколько хорошо слышно, стоит ли прибавить или убавить громкости. Ну, вот я прибавил немного громкости, надеюсь, стало лучше. Раз, два, три, проверка связи. Прибавил еще. Раз, раз, раз. Прекрасно. Коллеги, всем добрый день. Рад видеть вас на нашей площадке, рад видеть, что вам интересна наша тематика. Я сегодня расскажу, как решаются вопросы безопасности в телефонах Ялинк. Ну и прежде, чем я начну, хотел бы провести вам краткий экскурс по новой площадке, площадке, на которой мы с вами находимся. Эта площадка новая не только для вас, но и для нас. Поэтому, если вдруг случатся какие-то накладки, я заранее прошу меня извинить. Но надеюсь, что довольно быстро мы устраним проблемы, если они будут. Ну, лучше всего, чтобы их не было совсем. Теперь окно чата находится справа в углу. Вы сейчас его можете наблюдать. Курсор мой перемещается сейчас по центральной части вашего браузера, где будет отображаться презентация. Все слайды будут меняться здесь. Справа от окна презентации находится окно, где речь идет о том, что я сейчас вам рассказываю и докладываю по данной презентации. Если вы захотите задать вопрос, то в нижней части этого окна есть кнопка «Запросить голос». И если у вас подключен микрофон, вы можете задать свой вопрос голоса, мы можем пообщаться. Я сейчас открою возможность скачивать файлы. В нижней части экрана у вас должно было появиться маленькое окошечко. Здесь есть файл презентации в формате PDF. Вы можете себе его забрать и впоследствии этим файлом пользоваться в любой нужный для вас момент. Вот так вот. Так, я смотрю, тут уже активно идет в чате беседа. У меня есть несколько вопросов, но к ним перейдем позже. Как обычно, по окончанию вебинара будет разосланная запись для всех тех, кто на этом вебинаре регистрировался, и вы сможете с ней впоследствии ознакомиться. Кроме всего прочего, хочу заранее сказать, что это первый вебинар на новой площадке, и начиная со следующей недели, постоянно будут новые вебинары проводиться на сайте ipmatica.ru в разделе «Поддержка вебинары» вы можете ознакомиться с расписанием вебинаров и записываться на необходимые вам занятия. предлагаю приступить к сегодняшнему вебинару. Тема «Решение вопросов безопасности», и в рамках этого вебинара я хотел бы осветить два раздела. Первый раздел – это проблемы безопасности, которые встречаются в современном мире в IP-сетях. И второе – это решение проблем безопасности, которые предлагают инженеры компании Ялинк в своем оборудовании. Какие сейчас существуют угрозы? Ну, хотелось бы сказать, что IP-телефон – это полноценное сетевое устройство, которое является полноправным участником современной сети IP и подвергается всем тем угрозам, которые мы часто встречаем, пользуясь обычным компьютером. Соответственно, какие-то меры по обеспечению безопасности обязательно нужно предпринимать. Чаще всего встречаются в нашей современной деятельности две топологии сети с использованием IP-телефона. Первая топология отображена сейчас на слайде в левом углу. Это когда IP-телефон вместе с IP-ATS располагаются в одной локальной сети, и АТС через интернет, либо через линии связи, такие как городские линии или GSM, получают доступ к каналам связи для звонков. Эта схема довольно защищена, и тут, конечно, тоже есть проблемы, но в гораздо меньшей степени. Но основные угрозы вашим данным и безопасности ваших коммуникаций возникают при использовании второй схемы. когда компания пользуется облачной АТС, телефоны находятся в локальной сети, а доступ к услугам осуществляется через открытую сеть интернет. Соответственно, провайдер телефоне и линии связи все свои услуги предоставляют именно через открытую сеть. И вот тут проблем возникает довольно много. Сейчас из того, с чем мы сталкиваемся каждый день в рамках своей работы, мы можем выделить 4 актуальные проблемы. Первая – это конфиденциальность личных данных, вторая – это прослушивание ваших звонков, третья – это телефонное мошенничество, когда за ваш счет четвертая – это преднамеренные атаки с целью добычи информации конкретно о вашем бизнесе, то есть, скажем так, конкуренты либо злоумышленники по наводке работают. Как эти проблемы можно решить с использованием оборудования компании Ялинк? Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что проблема безопасности – это комплексный подход. Одним-двумя кликами здесь вряд ли получится решить существующие проблемы. И это обеспечение безопасности требует выполнения целого комплекса мер. Ну, например, защита доступа к телефону, защита разговора, защита личных данных, защита во время настройки и использования. И давайте по порядку разберемся, как защитить телефон на каждом из уровней. И вообще, для конкретно вашей задачи, на каких именно уровнях требуется эту защиту осуществлять. Начнем с примеров. Первый уровень, о котором я хотел бы поговорить – это уровень доступа к сети. Проблема заключается в следующем. Неизвестный злоумышленник может подключиться к сети через PC-порт телефона, который может не использоваться. Очень удобно в телефонах Ялинк, как и в телефонах многих других вендоров, сделано два порта Ethernet для того, чтобы вы могли экономить на кабеле, не использовать лишних проводов в офисе, а компьютер подключать через этот самый порт PC к локальной сети. Но так часто бывает, что этот порт не используется, но фактически, если к нему подключиться, то телефон сработает как мост, и злоумышленник может получить доступ к данным, которые хранятся в вашей сети. Данные могут быть очень важны. Если защита сети и разграничение прав не настроены, то это довольно большая проблема. Что, прежде всего, предлагает инженер компании Ялинк? Первое, в телефонах Ялинк поддерживается стандарт 802.1, который ограничивает права неавторизованных компьютеров. Для того, чтобы этот стандарт работал в вашей сети, необходимо развернуть сервер Radius, который со всех устройств вашей сети собирает в зашифрованном виде логины и пароли. С помощью этих логинов и паролей все устройства, как компьютеры, так и телефоны, авторизуются на сервере и получают доступ к данным вашей локальной сети. Соответственно, второй пункт – это шифрование данных аутентификационных логинов и паролей с помощью таких механизмов, как MD5 и TLS. То есть, даже если незумышленнику удастся перехватить логин с паролем и расшифровать, он их вряд ли сможет. Ну и третья возможность в телефоне Ялинк – это поддержка такого стандарта, как MDA – Multi-Domain Authentication. Именно этот стандарт и его работа изображены на картинке в нижней части слайда. Он позволяет данный стандарт через один и тот же порт коммутатора передавать несколько разных логинов и паролей для различных устройств. Но так как через порт телефона PC может быть подключен компьютер, у телефона и у компьютера будут разные логины и пароли, но физически один порт коммутатора будет эти устройства подключать к сети, данные будут передаваться от разных устройств. Коммутатор будет понимать, что это два различных устройства и автоматически организовываются два влана. Один для телефона для передачи голоса, второй влан для данных, которые поступают от компьютера. На данном слайде вы можете видеть, что режимы защиты и режимы шифрования доступа к сети год за годом усовершенствуются, технологии не стоят на месте, есть способы взлома данных технологий, есть способы более продвинутой защиты. И год от года способы эти изменяются. И в соответствии с этим компания Ялинк и ее инженеры раз за разом обновляют версии программного обеспечения, добавляя в программное обеспечение телефонов поддержку новых стандартов защиты. И вот на последней версии ПО 71, которая была в начале осени анонсирована в России, как раз таки стандарт МДА, о котором я только что говорил, уже поддерживается. Проблема номер два. Качество передачи голоса – это главное преимущество IP-телефонии. Не секрет, что многие менеджеры, многие компании, продавая телефоны, одним из главных аргументов при продаже IP-телефона выдвигают высокое качество передачи голоса и отменное качество связи. Но это самое качество, его нужно беречь, потому что сети бывают различные, у кого-то сети довольно загружены, у кого-то они изначально не очень хорошо спроектированы, могут быть, скажем так, помехи в сети, могут какие-то сотрудники нерадивые выкачивать большие потоки информации из сети. И в такой загруженной сети никакого качества голоса, конечно же, быть не может. И во время звонка у вас будут хрипы, шумы, потери пакетов, а может быть и сам звонок не получится совершить. Поэтому инженеры компании Link предлагают следующее решение. Это ручная или автоматическая настройка вланов для того, чтобы при работе вашей сети, при наличии телефонов и компьютеров в этой сети, организовывались отдельные вланы. Отдельно влан для голоса и отдельно влан для данных. Соответственно, использование влана гарантирует качество передачи голоса следующим образом. Голосовые пакеты телефон будет маркировать, и маркер на данном пакете при прохождении через коммутатор будет говорить коммутатору, что этот пакет имеет наивысший приоритет по сравнению с другими пакетами в сети. И как бы ваша сеть не была загружена, пакеты с голосом, то есть звонок, будет совершен успешно, качество голоса будет то, о котором было заявлено. Очень хорошее, и слышать вы будете друг другу отменно. Ну, а кроме всего прочего, использование вланов помогает защитить данные, которые передаются, как данные голосовые, то есть разговорную сессию, так и защитить данные, которые передаются от компьютера. То есть фактически это отдельный канал связи. Еще одна проблема, часто встречаемая нами и все чаще встречаемая в современных условиях, это проблема использования VPN. Задача состоит в том, чтобы организовать рабочее место для одного или нескольких удаленных пользователей. Тут же возникает вопрос, как обеспечить безопасность данных. Ведь пользователь будет не только регистрироваться и передавать регистрационные данные через интернет, но и голосовые потоки в виде РТП трафика также будут передаваться через открытую сеть интернет и могут быть прослушаны. Ну, самое простое решение и часто используемое для такой организации работы, это использование технологии VPN, то есть защищенный туннель, который будет шифровать весь поток данных, передающихся от телефона в сторону офиса. Но чтобы этот VPN использовать, фактически нужно каждому удаленному сотруднику купить, настроить и установить дома роутер с поддержкой VPN, что не так уж экономически эффективнее. Поэтому инженеры компании iRing предлагают следующее решение. Во все телефоны компании iRing встроен OpenVPN клиент. И с выходом новой версии ПО, версии 71, даже в тех телефонах, таких как T20 и T22, в которых раньше OpenVPN клиент не поддерживался, сейчас поддержка этого клиента есть. И даже эти младшие модели вы можете использовать для удаленной работы с офисной сетью коммуникаций. Таким образом, вам всего лишь навсего при использовании оборудования iRing, как администратору офисной сети, необходимо настроить OpenVPN сервер, создать на этом сервере конфигурационный файл, то есть создать сертификат, и эти сертификаты загрузить в телефон iRing, и впоследствии при удаленной работе телефон сервером будут обмениваться данными сертификатами и обеспечивать безопасность соединения. Как обеспечить безопасность разговора? В случае удаленной работы телефона, либо когда вы на IP-телефоне используете какие-то личные аккаунты и хотите, чтобы ваши личные разговоры не прослушивались, можно использовать такой стандарт шифрования, как TLS. Этот стандарт позволяет зашифровывать SIP-сигнализацию, то есть обмен сообщениями для установления вызова, и таким образом ваши авторизационные данные в зашифрованном виде передаются по открытой сети, и перехватить в этой сети ваш логин не представляется возможным. А даже если его и перехватить, то на расшифровку уйдет довольно большое количество времени. Но во время вызова, кроме сообщения сигнализации, точнее после сообщения сигнализации, устанавливается сессия передачи голоса, и даже если сигнализация прошла в зашифрованном виде, то голосовая сессия также идет в открытом виде, ничем не защищенном. Соответственно, вторая сторона этого вопроса – это защита голоса от прослушивания. И чтобы эту защиту обеспечить, в телефонах Ялинк можно в настройках аккаунта включить шифрование голоса, так называемое SRTP, с помощью 128-битного алгоритма шифрования АЕС. Так, вижу, тут Константин пишет в чат вопросы. Ну, давайте попробуем прочитать несколько. Так, Константин пишет про ТЛС. Константин, ну, ваш вопрос, скажем так, довольно прикладного уровня, я предлагаю вынести его в обсуждение по окончанию презентации, сейчас я расскажу про комплекс мер, и в сессии вопросов-ответов мы обсудим все то, о чем вы пишете. Отлично. Тогда перейдем к следующему разделу, это защита личных данных. Какая есть проблема при использовании телефона, как удаленно, так и в личных целях для работы с личными аккаунтами? Дело в том, что телефон очень часто возникает потребность разместить на публичном IP-адресе. Примеры бывают разные, но с каждым днем таких обращений в службу технической поддержки поступает все больше. И проблема заключается в том, что телефон, находящийся на этом самом публичном IP-адресе, взламывают и за ваш счет при спокойном злоумышленнике разговаривают. Какие есть механизмы, о которых нужно знать и необходимо использовать при использовании телефона на публичном адресе? Прежде всего, надо сказать о том, что данные сип-аккаунта хранятся в телефоне в зашифрованном виде. И, конечно, добраться до этих данных можно, но на расшифровку уйдет довольно большое количество времени, и даже если удастся подключиться к телефону, то эти данные будут зашифрованы. Но, чтобы избежать того, чтобы вообще к телефону могли подключиться, есть в телефонах Ялинк такой замечательный механизм, как отключение веб-интерфейса. И что мы рекомендуем? Мы рекомендуем сначала произвести настройку оборудования, провести регистрацию аккаунта, выполнить все необходимые настройки и по окончанию просто-напросто отключить доступ по веб. Для работы телефона веб вам совершенно не потребуется. Телнет у телефона по умолчанию отключен, и таким образом злоумышленник при попытке подключиться к телефону ровным счетом не сможет сделать ничего. Но бывают такие случаи, что Телнет все-таки открыть необходимо. Это делают опытные администраторы для того, чтобы мониторить состояние процессов, которые на телефоне выполняются. Для этого в телефонах Ялинк есть несколько уровней доступа к Телнету. Это уровень юзера как раз для мониторинга процессов и уровень администратора для выполнения каких-либо команд по мониторингу. Соответственно, по умолчанию доступ по Телнет закрыт. Если администратору системы будет необходима, то один из уровней он может открыть и таким образом смотреть, что же происходит на телефоне и наблюдать за его состоянием. Кроме того, что телефон находится на внешнем адресе, как я уже говорил, и подвергается угрозам извне, есть такая проблема, что даже находясь на рабочем столе в офисе, вы не всегда находитесь на своем рабочем месте, можете куда-либо отойти. И в этот момент кто угодно может подойти к вашему телефону, посмотреть данные регистрации, которые на нем используются, посмотреть историю вызовов, список контактов. Для того, чтобы этой проблемой избежать, компания Ялинк использует такое решение, как блокировка IP телефона. Блокировка может быть как ручная, так и автоматическая по истечению определенного количества времени. Чтобы телефон разблокировать, нужно знать пин-код, который может содержать до 15 символов, и этот пин-код ввести. В случаях, если в офисе случается форс-мажор, происходит какая-то экстренная ситуация, и у пользователя нет прав на работу с вашим телефоном, все равно возможен вызов экстренных номеров, чтобы можно было сделать какое-то оповещение на случай таких чрезвычайных ситуаций. Даже у тех пользователей, кто не авторизован на работу с вашим IP телефоном. Есть также такая мера защиты, как замок Кенсингтона. Скажу честно, что в России мы еще ни разу не встречали, но говорят, что на Западе такое бывает. В открытых open space офисах просто телефон срывают со стола и уносят. Впоследствии все данные из телефона приспокойненько извлекаются. Замок Кенсингтона – это такой специальный разъем на задней панели телефона, который позволяет физически пристегнуть телефон к тяжелому предмету или непосредственно к рабочему месту, чтобы его не сорвали со стола. Также часто мы встречаем такую проблему, что необходимо организовать защиту при настройке телефона через автопровижн. Телефоны компании E-Link позволяют обращаться к серверу автопровижн и осуществлять централизованную настройку. Но ничто не мешает злоумышленнику представиться сервером автопровижн и под лицом дружественного сервера телефону передать необходимой злоумышленнику настройки. Чтобы этого избежать, в оборудовании компании E-Link используются сертификаты, которые загружаются в телефон еще при производстве телефонов на заводе. Сертификаты эти привязаны к MAC-адресу. И кроме всего прочего, кроме этих сертификатов, в телефоны загружаются списки сертификатов, наиболее часто используемые в серверах автопровижн. Но если вы считаете этого недостаточно, то при организации своего сервера автопровижн, вы можете сгенерировать на сервере свой собственный сертификат и впоследствии его загрузить в телефон. В таком случае при установлении соединения между телефоном и сервером автопровижн, как это показано на изображении, происходит обоюдная авторизация устройств. Телефон передает свой корневой сертификат с индивидуальным MAC-адресом, а сервер передает свои сертификаты и устройство понимает, что это два доверенных узла, после чего уже передаются сами конфигурационные файлы. Ну вот как пишет Константин, совершенно верно, да, либо телефон может притвориться дружественным и обратиться к серверу. Но у данного процесса, процесс автопровижн, есть еще и вторая проблема, вторая уязвимость, которую мы встречаем, заключается она в том, что после того, как телефон и сервер удостоверились в дружественности друг друга, конфигурационные файлы передаются в открытом виде, то есть это текстовые документы, и если они передаются в локальной сети, то большой угрозы в этом нет. Но если вы настраиваете таким образом какой-то удаленный узел, то данные конфигурационные файлы отправляются через интернет, где могут быть перехвачены и преспокойно оттуда из этого файла могут быть добыты ваши логины, пароли, регистрации до серверов. Поэтому хорошо бы конфигурационные файлы зашифровывать, ну, с помощью тех же самых знакомых нам технологий, как TLS и SSL. Проблема заключается в том, что не каждый администратор обладает набором знаний для того, чтобы таким вот образом конфиги для телефонов зашифровать. И инженеры Ялинк разработали утилиту, чтобы этот процесс облегчить. Утилита позволяет автоматически зашифровать полученные, подготовленные вами конфигурационные файлы и отправить эти файлы в телефон. Таким образом, процесс подготовки выглядит следующим образом. Конфигурационный файл загружается в утилиту, и утилита на основе этого файла подготавливает два зашифрованных документа. Один зашифрованный документ – это сам конфигурационный файл, а второй зашифрованный документ – это ключ. Таким образом, два этих документа спокойно передаются по открытой сети к телефону. В телефон еще на заводе при подготовке к продаже загружается ключ, привязанный к MAC-адресу. Этим первым ключом телефон расшифровывает ключ, посланный сервером Autoprovision. Из этого ключа извлекается второй ключ, и уже вторым ключом открывается непосредственно конфигурационный файл и применяются настройки. Таким вот образом обеспечивается двухэтапное шифрование файлов настроек. Также необходимо обеспечивать безопасность на уровне взаимодействия с приложениями. Проблема заключается в том, что телефоны Ялинк могут взаимодействовать с различными компьютерными программами с помощью таких механизмов, как ActionURI и ActionURI. С помощью механизма ActionURI можно с помощью, к примеру, Outlook управлять вызовами телефона, управлять ответом на звонки, трансфером, переадресацией, создать конференцию. То есть удобно оператору кликать мышкой по экрану компьютера, а телефон будет выполнять необходимые действия. По умолчанию сделано так, что телефоном управлять учебные� Bolton без собранных маркетинговых подвесahu в дошлой файлов в последнее время. Продолжение следует... 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 архива, которая загружается для настройки OpenVPN, там будет список сертификатов необходимых и подробно расскажет наш специалист о том, как эта настройка осуществляется. Вы можете на него записаться и мы с удовольствием там продолжим общение на более прикладном уровне. Вообще вот Константин очень активно тут помогает, я ему благодарен сегодня. Он писал ранее, что еще есть настройка, которая регулирует XML-приложение через сигналы SIP от сервера. Совершенно верно Константин, об этом также будет рассказано в вебинаре, который будет во вторник. Через SIP-сообщение Notify можно отправлять XML-запросы телефону. Эти запросы могут как выводить информацию на экран, так и менять настройки телефона. Поэтому этот механизм очень глубокий и серьезный. Для него можно отдельную тему развить. И вы совершенно правы, да, просто я тут не стал об этом упоминать, так как это довольно прикладной уровень. Станислав Саламатов спрашивает более подробно про настройку OpenVPN. Станислав, ну есть два варианта. У нас есть пример конфигурационного файла с содержанием в нем сертификатов и файла проверки контрольной суммы. Аутентификацию по типу user password использовать можно. Я вам предлагаю либо отправить запрос нам на почту support и получить от нас инструкцию, либо вы также, как я только что приглашал Константина, можете посетить наш вебинар во вторник, на котором механизм OpenVPN клиента будет рассмотрен более подробно. А вот вижу, да, Константин ниже пишет, я его неправильно понял. Аутентификация к OpenVPN серверу? Да, Константин пишет правильно, только как ключ. Я думал, вы пишете про аутентификацию устройств. Совершенно верно, Константин вас поправляет. Только по сертификату можно будет. К вопросу по автопровизион через OpenVPN, Константин, мы, к сожалению, пока тоже не проверяли. Я надеялся, что вы проверяли. И мы этот механизм оттестируем. И про OpenVPN мы будем как раз подробно рассказывать на следующей неделе. У нас есть по плану несколько проверок, и ко вторнику мы, скажем, проверяли все-таки прекрасно. Ну, спасибо за информацию. Мы, тем не менее, все равно продублируем свой тест. Евгений Невченко. Нежданнов. Но совершенно правильно. То есть, если вы обнаружили подмену сервера, это уже очень плохой симптом. Надо в кратчайшие сроки блокировать аккаунт и создавать новый. Константин, а по поводу ДНС, то, что вы пишете, проблема с работой ДНС. Не ДНС СРВ ли вы имеете в виду? Понятно. Да, Константин, на данный момент неприятности действительно начинаются. К сожалению, мы сейчас эту неприятность пытаемся исправить. Она нам известна. На текущий момент ведутся работы по ее исправлению. Там, к сожалению, телефоны вместо СРВ записи обращаются к записи. Такая проблема есть, но... О неизвестно, тесты уже проведены. И сейчас мы дожидаемся нового ПО с исправлением. У нас можно так сказать уже. Поэтому вопрос уже финальная стадия. коллеги, спасибо вам за внимание. На слайде, который сейчас перед вами на экране, есть мои контактные данные. если возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. У нас, как я уже говорил, каждую неделю будут проводиться вебинары в декабре. Будем ждать вас на наших вебинарах. регистрируйтесь, и буду рад видеть вас снова. Ну, а Константину хочу сказать, что эту заявку заводили, да, вы, но и кроме вас мы о ней тоже услышали. Ну, а Константину хочу сказать, что эту заявку будет вебинары в декабре. Ну, а константину хочу сказать, что эту заявку будет вебинары в декабре. Коллеги, ну, спасибо за местные отзывы. Очень много технической информации есть по тем вопросам, что я озвучил. Для того, чтобы решить проблемы, которые будут возникать, у нас есть инструкции. Будет более подробный вебинар, чтобы сейчас сильно не загружать вас. И сейчас я вам дам ссылку на расписание вебинаров. Вы можете посмотреть, когда они состоятся и по желанию записываться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!